могу вам сказать и рассказать противоположную историю которая произошла одной руководительниц я когда учился медной студии она руководила на кафедре микробиологии она я тогда уже заинтересовался этим всеми вещами и она в слезах рассказала мне свою историю что она во сне к ним пришла мама которая спала в соседней комнате и сказала доченька спаси меня я умираю доченька перевернулась на другой бок потому что она думала что это все просто сон и когда она проснулась пришла в соседнюю комнату мама уже оставила тело и она не могла себе простить потом себе что она не пошла не проснулась не пошла помогать матери я как бы все это вам рассказываю не для того чтобы вы стали фанатиками там и вас сдвинулась крыша я хочу просто дать вам хороший очень практичный метод как решать вопрос этот метод работает уже с тысячами людей уже я много-много случаев знаю когда людям вот как подобно вот это девушки помогла вот эта методика понимаете эта методика не моя она всегда была и всегда будет потому что между сердцами людьми есть отношения которых мы забыли мы просто много смотрим телевизор мы не живем внутренней жизни раньше люди они с молитвой садились кушать с молитвой вставали с молитвой спать ложились понимаете они прощали в сердце просили прощения у них была внутренняя жизнь сейчас по внутреннюю жизнь заменили на интернет телевизор нас очень внешне и много жизни то есть мы смотрим картинку какую-то она там мелькает потом смотрим другую потом ложимся спать что у нас сердце происходит мы не хотим не знать не видеть не слышать проблема заключается в том что мы часто даже не понимаем близкого человека не понимает что с ним происходит вообще в жизни приведу вам такой пример ко мне родители родились родители одной девочки которая перестала учиться нормально она всегда нормально училась теперь перестала нормально учиться учителя говорили что у нее плохая компания и требовали как бы взяться за ее воспитание родители обратились ко мне за помощью потому что у них были сомнения по этому поводу хотя они уже начали девочку эту заставлять больше учить уроки и прессовали ее сильно когда я посмотрел на ситуацию то увидел что девочка находится в состоянии тяжелого астрологического периода у ней очень сильная слабость психическая остынея то есть она чувствовала себя очень плохо и что если бы она если она дальше будет также заниматься то она просто сойдет с ума понимаете есть болезни разума есть сойти с разума понятие что это значит сойти с разума означает ну стать пьяницей допустим начать курить когда человек сходит с разума то он просто теряет волю ему трудно избавиться от вредной привычки разум это надстройка психическая надстройка которая ведет человеку правильном пути по жизни но даже если разум не ведет человека по правильному пути то ум при этом который отвечает за адекватность человека он остается рабочим что такое сойти с ума сойти с ума означает что страдает ум разрушается та система которая дает нам адекватное правильное восприятие мира и вот если человек сходит с ума то восстановить назад эту систему очень сложно требуется много усилий времени многих врачей чтобы человек уже потом периодически опять не впадал в это состояние понимаете о чем я говорю так вот эта девочка могла сойти с ума у нее могла разрушиться система которая как раз и дает возможность управлять организмом и она же связана с образованием там находится способность запоминать и так далее называется тонкое тело ума эта функция наша нашего организма и эта девочка была очень напряжена мама для того чтобы убедиться в моих словах повела ее психиатр и психиатр сказал если она дальше будет находиться в таких же нагрузках то я не даю больше месяца что она станет нашим постоянным клиентом у нее не было никаких сомнений вот но но у учителей убедить было сложнее всего они не верили пока не получили справку из психиатрической больницы только после этого девочку освободили от учебы и она через полгода возобновила свои занятия восстановившись психически пройдя вот этот плохой период жизни она начала догонять своих сверстников теперь у меня к вам вопрос чего обязательно ходить психиатр во всех случаях чего не хватило родителям в этой ситуации чего не было у родителей в жизни в этой ситуации ну микрофончик как кому-то кто хочет молитвы не хватит внимание не всегда помогает мы видим своего ребенка так как мы его хотим видеть приведу пример ко мне в индии подошел человек желая составить диету он сказал сделайте мне диету хочу узнать как правильно питаться когда ему сделал диету он он как бы радостно воскликнул и сказал я так и думал все эти продукты которые вы говорите действительно мне нравится теперь я знаю как кормить своего сына я говорю а почему вы знаете как кормить своего сына он говорит потому что он такой же как я то мой сын понимаете такой же как я я говорю давайте бесплатно ему сделаю диету и мы разберемся такой же как вы он или нет когда ему сделал диету казалось что ему подходит совсем противоположные продукты тогда этот мужчина начал чесать репу и понял почему так сын болеет почему тому так плохо потому что он его пичкает тем чему ему не надо есть так что внимание не факт что не хватает внимания здесь не внимания не хватает есть внешнее понимание ребенка которая основана на моих желаниях я хочу чтобы он у меня вырос менеджером я хочу чтобы он был у меня руководителем я хочу чтобы у меня был таким сяким а у него совсем другая психика и чтобы ее понять для этого нужна внутренняя жизнь для этого надо молиться и сердце своем установить отношения с этим человеком когда сердце будут установлены отношения тогда ребенок изнутри будет пониматься тогда станет понятно что он за человек какие у него интересы какие желания это чувства станет явным пока человек находится в иллюзии своих желаний по отношению к ребенку он никогда его понять не сможет вообще это невозможно и точно так же мы не понимаем своих родственников что каждому родственнику есть желание какое-то конкретно и это желание затмевает возможность видеть этого человека вообще эта проблема каждого человека даже моя если я не буду это делать то я не буду понимать свою жену так действует судьба почему люди страдают потому что мы в результате того что нет внутренней жизни перестаем понимать друг друга потребности близкого человека необходимость как определить понимаю близкого человека или нет очень просто если вы с ним ругаетесь значит вы его не понимаете если вы на него обижаете значит вы его не понимаете все а если он на меня обижается значит тоже вы его не понимаете часто мы переводим на других есть три способа отношений два из них не дают победы один из них дает победы я уже об этом говорил напоминаю первый способ он во всем виноват это значит что вы никогда не измените отношения второй способ мы должны вместе решать вопрос никогда не измените отношения хотя будет легче третий способ я во всем виноват а его вина это его личная жизнь он сам решит это не моя проблема моя проблема понять что я виноват я во всем виноват я буду все менять это очень больно так считать для этого нужно много молитвы и силы внутренней что так начать хотя бы чуть-чуть читать но когда человек так начинает читать он может решить эту проблему без всякого сомнения какой бы она сложно не было из три способа разрешения первый способ у нас светлое чувство друг по отношению к другу или по крайней мере у меня к нему и мы живем вместе второй способ у меня светлое чувство к нему и мы нам надо жить чуть-чуть раздельно потому что близко не получается и третий способ не а светлое чувство к этому человеку но нам надо совсем отдельно пожить потому что даже чуть-чуть раздельно не получается но расходиться это не способ это означает что зубы настолько воняли что начался стоматит и пришлось вырвать пол челюсти. Понятно, да? Когда люди расходятся, это означает, они обкакались. Они не лечили отношения много лет. Отношения начали вонять, и это стало невыносимо. И ощущение сложилось, что их вообще невозможно никогда поменять. Это означает просто невежество и все. Потому что с каждым человеком, любым, любые отношения можно поменять с помощью вот этой внутренней жизни.